Здравствуйте! После замечательных летних каникул в эфире вновь самая познавательная передача телеканала «Репортер 73» «Будь здоров!» И я, доктор Владимир Малинин. Оставайтесь с нами и получайте по-настоящему ценную информацию. Не самое приятное известие. Наш регион в тройке лидеров по ожирению, причем как взрослому, так и детскому. О причинах сказано много. Это гиподинамия вкупе с неправильным питанием. Далеко ходить не надо. На отдыхе наблюдал такую картину. Вместо того, чтобы идти с родителями на море, ребята целыми днями просишивают в гостинице, в компании. Нет ни сверстников, ни гаджетов. Логический вывод. Если не хотите серьезных проблем со здоровьем, то обязательно измените мировоззрение, а также режим питания для всей вашей семьи. Ну а теперь к новостям приятным. Перечень высокотехнологичных операций, проводимых в лечебных учреждениях Ульяновска по квотам, то есть бесплатно, расширился. А подробности ждут вас в рубрике «Век живи». Период реабилитации подходит к концу. Впереди у Владимира Саурина полноценная жизнь. А ведь еще несколько месяцев назад перспективы были иные. И от позитива далекие. А не менее руки и шеи, воротниковую зону я сподниму, повторяюсь, вот так вот. Обратился изначально, как мы всегда обращаем в самый последний момент. Пока петух нажаренный не клюнет, и приспичь, бежим уже к врачу. Помогите, надо что-то сделать. Обратился по месту жительства, началось лечение. Прошел рефлексотерапию иглы в уколовании. Вот, кизитерапия прошел. После этого лечения ничего не помогало. И пришлось уже обратиться к нейрохирургам. Профессионалы подтвердили, нужна операция. Если прежде подобные высокотехнологичные вмешательства проводили в федеральных центрах страны, то теперь паковать чемоданы смысла нет. Необходимые манипуляции на высоком уровне осуществляют нейрохирурги, областного центра специализированных видов медицинской помощи. Оперативное лечение в индивидуальном порядке назначается больным при дегенеративно-дистрофических заболеваниях двух отделов позвоночника – шейного или пояснично-крестцового. Доктор Елистратов озвучивает те самые симптомы, которые требуют незамедлительного обращения к врачу. Касаемо шейного отдела позвоночника – это болевые ощущения, то есть боль. Если присоединяется корешковая симптоматика, то это ирадиирующие, то есть отдающие боли, если мы говорим о шейном отделе, это верхние конечности, и присоединение к неврологической симптоматике характеризуется, как правило, выпадением чувствительности в руках и снижением двигательной активности, то есть пациент чувствует слабость. Если мы говорим о поясничном или пояснично-крестцовом отделе позвоночника, то здесь также болевые ощущения, только они уже локализуются в поясничном отделе с радиацией в нижней конечности. Неврологический дефицит проявляется в виде снижения чувствительности двигательной активности либо в стопах, либо, если это более глубокое поражение, скажем так, патологии, то в самих нижних конечностях. Не менее пяти часов длится каждая операция по удалению межпозвонковой грыжи. В процессе медики освобождают спинномозговые структуры от сдавливания, извлекают как измененный диск, так и саму грыжу. Далее устанавливают кейдж – полый имплант и особым образом стабилизируют сегмент позвоночника. Уже на следующий день пациент свободно передвигается по палате, а спустя неделю и вовсе отправляется домой. Насколько качественно сработали люди в белых халатах, определяет техника. Наша операционная оснащена электроноптическим преобразователем, то есть это рентгеновская установка, которая позволяет нам во время операции контролировать то, как мы устанавливаем импланты. Непосредственно во время установки импланты мы делаем рентгеновские снимки, и сразу во время операции можем определить степень того, насколько удовлетворительно они стоят. В круглосуточном контрольном режиме функционирует и компьютерный томограф. Данный аппарат удобен в следующем. При поступлении пациента мы видим первичное состояние интересующих нас органов, и затем мы можем посмотреть и проконтролировать того или иного пациента после оказания помощи. То есть нейрохирурги выполняют свою манипуляцию, и мы можем проконтролировать, насколько она правильно сделана, соответственно, при присутствии нейрохирурга. Следует понимать, что такие операции назначаются лишь в тех случаях, когда медикаментозное лечение результатов, увы, не дало. И теперь вмешательство проводится бесплатно, по квотам. По всем вопросам можно проконсультироваться с нейрохирургами областного центра специализированных видов медицинской помощи. Недаром говорят, что там врачи вторые после Бога, вот, как говорят, дай Бог им здоровья, их им пациентам, вот, еще хорошего специализированного оборудования, и пусть творят свои чудеса. Мы ставим на практику. В нашей программе мы даем действительно полезную информацию, которую вы легко сможете применить в тех или иных ситуациях. Конечно, лучше бы, чтобы к ситуации эти не встречались, но жизнь – штука непредсказуемая. А кто предупрежден, тот вооружен. Две трети россиян не знают, как оказывать первую помощь при инфаркте. Примерно столько же абсолютно теряются, если в их присутствии произошла какая-либо ЧАЭС. Нередко бывает и так. Человек подкован теоретически, а вот с практикой проблема. Особенно, если дело касается ребенка. Помочь с пошаговой инструкцией мы попросили известного ульяновского педиатра Альфию Менгалимову. В качестве модели привлекли ее дочь Айгель. Итак, ситуация первая. На ваших глазах ребенок подавился или поперхнулся. При оказании помощи необходимо наклонить ребенка вниз головой и сделать несколько эффективных толчков. Стучать нужно между лопаток. Движения такие должны быть, чтобы произошла компрессия грудной клетки. Просто похлопывание недостаточно. Не обязательно, чтобы голова была вниз. Если нам это не помогает, то мы с ребенком можем перевалить скалку через свою ногу и повторить движение. Все хорошо? Иногда, если ребенок достаточно крупный и так невозможно провести манипуляцию, можно сделать прием гейм-лихо. Мы обхватываем ребенка. Одну руку берем в кулак, заводим под ребра, другую кладем сверху. И совершаем движения такие, как ковшум, черпаем под ребра. Таким образом мы создаем давление у легких. Легкие поджимаются и все содержимое из легких выходит. Резким движением. Хоп! Вот. Оказывается, ручка ему вот это движение. Если наши мероприятия оказались малоэффективными, и ребенок после того, как у него содержимое изо рта вышло, он потерял сознание, мы должны ребенка положить на твердую поверхность. Смотреть, видит ребенок или нет. Можно приложить руку к носу и почувствовать, если идет ли воздух из носа. Также проверить сердцебиение на сонной артерии или приложить руку к левой стороне груди. Если вы не уверены, что это сердцебиение, можно приложить к уху, к груди. Если вы не слышите сердцебиение и нет дыхания, необходимо начать сердечно-легочную реанимацию. Прежде чем начать сердечно-легочную реанимацию, необходимо вызвать скорую помощь, набрав номер 112 или 03. А также необходимо громко и отчетливо крикнуть «Помогите! Спасите!». Мы выпрямляем шею ребенка, чтобы трахея стала в прямом положении, чтобы наши дыхательные движения были эффективны. Если ребенок маленький, то мама может обхватить рот и нос ребенка одновременно. и сделать два глубоких вдоха. Если ребенок взрослый, то делайте техникой изо рта в рот. Мы выпрямили спину, открыли рот, закрыли нос. Смотрим. Если у ребенка поднимается во время этих движений грудная клетка, значит, мы делаем все правильно. Если грудная клетка не поднимается, значит, необходимо еще больше выпрямить шею и повторить. Далее начинаем непрямой массаж сердца. Грудную клетку мы освобождаем от одежды. Если это замки, то мы их расстегиваем, если кофты на пуговицах расстегиваем. Сердце располагается на 2-3 сантиметра выше мечевидного отростка. Вот у нас место соединения ребер. Значит, мы свою руку кладем выше этого соединения, где-то на 2 сантиметра. Делаем надавливающие движения на глубину 3-3 сантиметра. В зависимости от комплектации ребенка. Если ребенок старше 5 лет и крупный, то можно делать с одной рукой. Если ребенок крупный, около 40 кг, то мы делаем уже двумя руками. Одна рука у нас также находится над мочевидным отростком, другая сверху. Все движения выпрямляем только прямыми руками. Никаких вот таких движений должно быть. Где-то и малоэффективно. Мы нажимаем своей массой тела, продавливая, укачая сердце. 15 надавливаний интенсивных. 2 вдоха. Повторяем манипуляции до появления у ребенка пульса на сонной артерии или же ощутимого дыхания. После того, как появилось сердцебиение и появилось дыхание, но если ребенок или человек не очнулся, то мы должны предотвратить рефлекторное заглатывание рвотных масс и вторичную аспирацию. Поэтому мы поворачиваем человека на бок, таким образом, чтобы одна нога была согнута в полюне. И эту руку мы подкладываем под шею. 112 и 03. Запомните эти телефоны сами и выучите со своими детьми. Вызывайте профессионалов, а в ожидании не плашайте сами. Внимание! В следующем выпуске программы мы расскажем, как помочь в аналогичной ситуации малышу. Если это ребенок до годика, то мы, естественно, не будем делать это рукой. Будем надавливать двумя пальцами на грудную клетку. Это если до года. Жизненно важные детали в рубрике «Профи» 27 августа в 19.30 не пропустите. Как часто мы бежим в поликлинику, а затем с заветным рецептом отправляемся в аптеку, искренне уповая, приобретенное лекарство обязательно поможет. С помощью нашей новой рубрики мы предлагаем врачевать не тело, а скорее душу. Мы выписываем рецепт милосердия и очень ждем ваших откликов. Сто собак и сорок кошек – это сейчас. А вообще список постояльцев приюта «Подарок судьбы» постоянно расширяется. Проблема бездомных четвероногих волнует многих, но лишь единицы предпринимают конкретные шаги по ее решению. Среди них Наталья Подшивалова и ведущий нашей программы Владимир Малинин. Уже достаточно давно мы с этим при этом работаем, я ему помогаю. Но вот Варвара у меня любимица. Варвара – это маламут, достаточно редкая порода. К сожалению, я считаю, что такие породы должны жить там, где они предназначены. То есть в суровых условиях, в тундре, перевозить тяжелые грузы по снегу. Зачем-то человек завез сюда, завели у себя в квартире, потом нашли повод, что якобы у кого-то там аллергия. Ну и вот таким образом она осталась в приюте. А на самом-то деле, конечно, ей хотелось бы иметь хозяина. Медицинская помощь, обязательная стерилизация и поиск хозяев – вот чем занимаются в приюте. Отбор хозяев происходит тоже очень тщательно. Мы ведем беседу с этим человеком. Какие условия есть у него для содержания животных. Это будка, частный дом, двор, квартира. То есть пытаемся понять, насколько человек вообще знаком с животными, может ли он вообще содержать их. Понимает ли он ответственность эту, которую он приобретает благодаря вот этому животному. Ну и уже потом, после этого пристройства животного, мы все-таки отслеживаем судьбу. Также обитатели приюта нуждаются в помощи волонтеров. На все вопросы ответят по телефону 8 905 349 35 11. У меня за спиной очень много велосипедов. Спросите, почему? А потому что гость сегодняшней рубрики «Будь в форме с репортером» – один из самых главных велосипедистов Ульяновской области, один из основателей Ульяновской федерации велоспорта – Павел Завьялов. Здравствуйте, Павел! Здравствуйте! Павел, а давно ли сами крутите педали? И помните ли тот день, когда впервые сели в седло велосипеда? Вот впервые, конечно, нам не помню, мне было нам года три, такой детский велосипед. Ну и, конечно же, помню, когда пришел в секцию велосипедного спорта на стадион «Волга». Этот день я помню прекрасно. Меня привел туда старший брат Александр и первый тренер Горг Николай Павлович. Таким образом, я в велоспорте уже 44 года. А почему именно велосипед стал главным транспортным средством вашей жизни? Здесь скорость, скорость, достигнутая своими собственными силами. И вот скорость, она вообще завораживает любого человека. А когда она набрана вот таким образом, мне это вдвойне приятнее. Сильно ли изменился гоночный велосипед с тех далеких времен? Велосипед изобретается всегда, и я так думаю, что будет и в дальнейшем. Раньше был железный велосипед, то есть хромо-молебденовый. Сейчас он сделан или из титана, или из карбона. Цена его зашкаливает, приблизительно цена такая уже, как автомобиль. Есть очень дорогие велосипеды. Соответственно, и скорость растет. Была раньше скорость, мы радовались, 40-45 км в час, средняя скорость во время соревнований. Сейчас же скорости возросли, они становятся 45, 50 и 55 км в час. Я говорю про среднюю скорость, потому что максимально она достаточно высокая. И здесь достигать на современном велосипеде, и эту скорость достигать легче. В Ульяновске некогда было, наверное, более десятка велоклубов. Но потом наступили тяжелые времена, и выжил почему-то только ваш велоклуб «Волга». Как так получилось? За счет чего вы остались на плаву? Скорее всего, мы больше всего этого хотели. У меня были хорошие воспитанники, которые мне помогли. Я как тренер рос вместе с ними. И именно благодаря нашим результатам обоюдом у нас получилось именно то, что получилось. Буквально недавно два воспитанника вашей ульяновской школы, Капралов, Мокров, выступали в составе знаменитой команды «Катюша». А скажите, есть ли сейчас среди ульяновских молодых спортсменов люди, которые готовы повторить и, может быть, превзойти их результаты? Да, сейчас на данный момент есть у нас такие спортсмены. Это Андрей Белянин и Елена Бойкова, от которых мы ждем, конечно, вот Олимпийский совет ставит большие высокие задачи. Встретись на вокзале с золотой медалью. Они смогут у Елены Бойковой уже семь медалей первенства России. Несколько лет вы вынашиваете идею строительства в Ульяновске велотрека. А насколько утопична или реально ваша мечта? Ну, я думаю, что администрация и области, и город должны мне в этом помочь. Там есть люди, которые на самом деле прониклись этой идеей вместе со мной, потому что это третий вид олимпийской программы, третий по медали емкости, достаточно интересный. Но, кроме того, здесь дополнительный набор детей в олимпийские программы по трековой подготовке. И смогут заниматься все. Всем будет хорошо и уютно. Пришло время прощаться. И если у вас есть вопросы или пожелания, то обязательно пишите. 432-001, город Ульяновск, улица Федерации, дом 4, репортер 73. А телефон редакции 304073. Оставайтесь с нами. Заглядывайте на сайт www.reporter73.tv, а также во все аккаунты наших соцсетей. Проведите эти заключительные летние дни позитивно и ярко. Пребывайте в хорошем настроении. И жизнь непременно заиграет радужными красками. Будьте здоровы, берегите себя. Всегда ваш доктор Малинин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин